Привет, Siri! Это Пятый элемент. Мы наконец-то добрались до MacBook Air M2. Хотя уже вышел M3 на днях, но все-таки сравним с M1. Почему? Да потому что в наших широтах M2 становится все актуальнее. Особенно для обработки видео и работы в графических редакторах. Поехали! О нем уже много говорили, мы же тезисно пройдемся по всем основным отличиям от аналогов на M1. Итак, первое, что бросается в глаза, это корпус без сужения. То есть он абсолютно одинаковый со всех сторон. Цвет серебристый, золотистый, темно-серый, темно-синий. Размеры 340 на 237 на 115 миллиметров. А вес всего полтора килограмма. И наша рекомендация, если все-таки вам важно, чтобы ноутбук не так уж сильно заляпывался, вам не приходилось его постоянно протирать, берите цвета посветлее. По левой стороне два USB-C, они же Thunderbolt, они же USB 4.0. И знаете, что еще интересного? Здесь же находится MaxSafe. Короче говоря, классный набор, актуальный на сегодняшний день. А по правой стороне то, чего не хватает всем современного iPhone. А по правой стороне Jack 3.5 миллиметра. В общем, все стандартно, то же самое, как и на тренажке, просто он немного больше. Датчик отпечатка пальцев встроен в кнопку, все как и было. А вот Face ID не было, нет, может и не будет. Дисплей IPS 15 3 дюйма, обновление 60 Гц. И этого всего достаточно, чтобы почувствовать себя прям полноценным человеком. Понимаете, с такой-то диагональю. Разрешение нестандартное, 2880 на 1864 пикселя. Все это из-за того, что челка есть сверху, или вырез по-другому называется. Охват цветовых пространств 10p3 или srgb 100%. Контрастность 1300 к 1. И самый главный аргумент в пользу этого дисплея, это, конечно же, Delta E. Ниже 3, а это значит, что цвета максимально натуральные. И поверьте, глаз не оторвать. Поэтому в этом плане конкурентов, особенно на Windows, нет и быть не может. Камера с разрешением 1080 обеспечит хорошее качество видеосвязи. Микрофоны также порадовали хорошим качеством. Напомним, что их тут два. Тест камеры MacBook Air 15 M2. Как видите, разрешение стало лучше и голос еще круче. Говорят, на M3 он еще лучше, но куда там? Пока среди Windows, ребятушки, ничего похожего даже и близко нет. В этом же смысле в новом MacBook Air на уже M3 ничего критически не изменилось. Там изменилось только то, что можно подключить сразу два внешних монитора при закрытой крышке. Все, переходим дальше. Клавиатура и тачпад такие же, как в тренажке, перенесены без особых изменений. Определенно, это одна из лучших клавиатур среди ноутбуков, особенно корпоративного класса. Присутствует адаптивная регулировка. Touch ID работает вообще просто отменно. Но главная особенность, допустим, если сравнивать с прошкой, все динамики зашиты под корпус. Поэтому вы здесь ничего не увидите. Однако звук, пускай немного тиже, но по-прежнему такой, как должен быть у Mac. Touch не просто большой, но он просто огромный. И он такой, какой должен быть. К этому стремятся основные производители и пытаются быть конкурентами на Windows. Но, увы и ах, у них этого, к сожалению, никогда не получится. Потому что именно такой технологии, как здесь, Force Touch, тактильный отклик одинаково, независимо от того, куда вы нажимаете, будет работать безупречно. Итак, еще вчера мы могли бы сказать, что смотрите-ка, здесь чип нового поколения. Это M2. Но он уже так себе нового, потому что вышел M3. Однако, по-прежнему, это золотая середина. И пока что лучшей альтернативы по сочетанию цена-качества нет. Да и по доступности тоже. У M2 на борту четыре высокопроизводительных ильдра и четыре энергосберегающих. По-прежнему, пятиметровый техпроцесс и восьмиядерный чип. Встроенная графика чипсета Apple M2 имеет 10 ядер и работает на частоте до 1,4 ГГц. С поддержкой до 24 гигов объединенной памяти. В тренажке восемь ядер под видео, но реально это не так уж и ощутимо. Но если сравнивать с M3, то по количеству чипсета ядер все то же самое. Поэтому пока на равных. И не зря производитель нас уверял, что M2 гораздо круче, чем M1 в плане обработки потокового видео и графики. Так оно и есть. Вот вам, пожалуйста, реальный тест. Мы установили сюда до премьер и закодировали наш любимый видос на минуточку 80 мегабит в секунду. Что у нас получилось? Минута 15 секунд. Вот такой же результат. Частенько мы получали, кстати, такой результат в ультрабуках, допустим, на Intel Core i5 или i7 со встроенной графикой Iris Xe. И тут вы задаетесь вопросом, а зачем же тогда нужно брать именно вот эту историю? Да потому что автономность. И потому что если мы говорим о Windows, то там уже все просто взлетает и на пределе. А прикиньте, если часовой видос нужно будет замонтировать. Ну это мы как раз таки говорим для тех, кто привык к открытым системам, а не закрытым. У меня же потихонечку тянет сюда. Объем хранилища. В нашем случае 256 гигабайт, но есть и до 2 терабайт. По скорости чтению записи, конечно, все не так радужно, как хотелось бы. И так получилось, что даже в сравнении с поколением M1 или с той же самой 13-шечкой у нас как-то скорость ну так себе. А именно 1412 мегабайт на записи, 1511 на чтение. В 13-й версии запись на 27% быстрее, а чтение на 45% быстрее. Но реально в жизни вы сильно этого не ощутите. Блендер оценил устройство в 108 баллов. Geekbench дает нам на одно ядро 2649, на все ядра в 10500 практически. Ну а тест встроенной видеопамяти почти до 28 тысяч дотягивает. Вот они и, пожалуйста, те самые 10 ядер чипсета. Рабочую температуру мы догнали более чем до 110 градусов. И в нашем 15-минутном тесте троттлинга замечено не было. Однако, если чуть-чуть подольше и побольше потестировать, то реально до 14% троттлинга можно все-таки заработать. И опять-таки, возвращаемся к истории на Windows. Если бы мы загнали что-нибудь подобное на встроенной графике, особенно на AMD, то там троттлинг начинается уже с первой минуты и от 13%. Мы не врем. Посмотрите еще наши обзоры на нашем же канале. Переходим к зарядному устройству. Оно у нас на 35 Вт, заряжает достаточно быстро. Но если оно не комплектное, хотя бы на 70 Вт. А в комплекте идет 35 Вт, и это ничтожно мало. Но не переживайте. Не обязательно через MaxAve пользоваться. Можно же еще и через Type-C зарядить. Так что в этом плане устройство становится абсолютно автономное и универсальное. Итоги, выводы и сравнения с предыдущим M1 и нынешним актуальным M3. Во-первых, сравнивая с M1, это десяток отличий. Первый из них это MaxAve у нас появляется здесь, что достаточно удобно. Второе отличие это 4 динамика вместо 2 от моделей в сравнении с 22 года и предыдущих. То есть реально звук стал гораздо круче и чище. Увеличенная батарея с 49,9 до 52,6 Вт часа. Разъем 3,5 поддерживает высокоумные наушники. А это значит, что звук будет гораздо круче и чище при проводной гарнитуре. Новый адаптер питания в сравнении с предшественниками на 35 Вт. И зарядка, ну если уже с другим адаптером питания, на 50% за 30 минут. Для этого нам придется докупить кубик на 70 Вт. Ну а что же изменилось в аналогах уже нового поколения M3? Да по факту ничего. Там можно подкинуть сразу два внешних монитора, но при этом придется закрыть крышку. В отличие от этого, где всего один внешний монитор. Новая система микрофона выдает повышенную четкость голоса. Тем самым, собеседник услышит вас еще лучше, поскольку новая система декодирования. Плюс новая система декодирования AV1 и Wi-Fi 6. А еще в новом M3 используется новая система анодирования для Midnight. Таким образом, отпечатков остается меньше. Собственно, ключевое это и все. Именно поэтому стоит обратить внимание на M2. Собственно, весь тот самый список плюсов и минусов в сравнении с M1 и поколением M3 мы вам рассказали. Делайте выводы сами. Ну а мы пока предлагаем перейти на сайт 5 Element 2 и посмотреть актуальные цены в нашем каталоге. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить пару лайков и, конечно же, написать парочку комментариев. Тогда, может быть, в ближайшем базаре в будущем мы сравним поколения M2 и M3 уже живьем. Пока!